Ирина Мащенко из Жарикова показывает свой новый дом. Пока жить здесь нельзя, но все комнаты домочадцы между собой уже распределили. Многодетные родители шутят, если бы не холодная погода, дети уже переехали бы. О новоселье ребята говорят каждый день. Переехать в новострой Мащенко планируют весной будущего года. Пока же временно ютятся в старом жилье. Построить новый дом многодетная семья смогла за счет средств господдержки, которую они получили в этом году. Строительство жилья, предоставляемого по договору найма, осуществляется за счет средств федерального, областного и местных бюджетов, средств работодателя. Доля последнего и муниципального образования устанавливается в размере не менее 20 процентов расчетной стоимости строительства жилья. На возведение каркаса, крыши, заливку, фундамента, покупку электрокотла ушло более 1 миллиона 400 тысяч рублей. Это средства государства. На отделку помещений их утепления будут тратить уже свои деньги, а это еще около 700 тысяч. Но супруги не жалуются. Этого момента они ждали несколько лет. Построить дом самим возможности не было. Долгий путь, 6 лет мы ждали. Я говорю, уже планов прям все не было. Нас уже пытались от этого, что по возрасту не проходим вот туда и сюда. А как бы раз, потом звоночек, что мы все-таки в этом году проходим. Канитель была, документы были у нас, у сына долевой нету. Ну все сделали так, чтобы мы построились в этом году. Сыну долевую подарим, когда дом приватизируем. Как бы очень долго ждали. Благодаря поддержке Мащенко смогли увеличить свою жилую площадь практически вдвое. Из 49 квадратов они переедут в 92. Ирина Алексеевна уже планирует, где и какую мебель поставит. Говорит, хочет, чтобы в ее доме было светло и просторно. Так что при переезде возьмет только самое и необходимое. Все остальное будет новое. Ковер повесите? Нет, ковров уже не будет. Нам хватает старым долю ковров. Еще одна многодетная семья, которая стала участником программы комплексного развития сельских территорий, живет в соседнем с Жарикова-Косицыно. Как и Мащенко, супруги Поповы вместе с детьми отпраздновать новоселье планируют весной. Вы в каком классе учитесь? Во втором. Хотите в новый дом переехать? А где ваша комната будет? Кто и в какой комнате будет жить, Поповы еще решают. Сейчас главное достроить дом, провести отопление, воду, сделать отделку как внутри, так и снаружи. Своих пока 250 тысяч вложили. А в целом миллион 400 дом обошелся. И еще нужно, наверное, миллион полтора, чтобы полностью до конца доделать и заехать сюда. Кроме средств на возведение дома, Поповы получили и участок под строительство. Причем землю нашли в родном селе. Далеко переезжать им не придется. Да и работу менять тоже. Землю мы по программе получили как многодетная семья бесплатно. И все мы ее оформили как собственность. У нас так по программе шла земля у нас в Тамбовке вообще. Ну а мы здесь на деревне нашли участок. Построенные жилые помещения относятся к жилищному фонду коммерческого использования и предоставляются гражданам возмездное владение и пользование по договору найма в соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации. В договоре предусматривается право гражданина по истечении пяти лет работы по трудовому договору с работодателем на приобретение указанного жилого помещения в свою собственность по цене не превышающей 10 процентов расчетной стоимости строительства жилья, а по истечении 10 лет по цене не превышающей 1 процента стоимости жилья. А вот семья Кучеренко из Толстовки того же района ждать пока закончится процесс усадки дома не стали. Новоселье отметили сразу, как только провели электричество и сделали внутреннюю отделку. Жить в старом доме было уже нельзя. Дом, в котором мы жили, ему уже очень много лет, он с 75 года постройки, поэтому сами понимаете, что там уже просто старый дом, уже и где-то брус подгнил, и где-то с окошек поддувает. Последние года, то есть это прошлый год, он вообще очень холодный был, дети спали практически, ну в теплых пижамах, понятно, топили три раза в день по два ведра угля, поэтому тяжело в таком доме жить, и поэтому как только нам его поставили, этот дом, мы быстренько сделали ремонт и сюда заехали уже намного в лучшие условия, чем они у нас были. Через несколько месяцев Надежда станет мамой уже четвертого ребенка. На этот раз Кучеренко ждут мальчика. Малышу планируют выделить отдельную комнату. Какую из четырех родители еще не решили и с выбором пока не торопятся. Сейчас места хватит всей большой семье. Государство нам выделило миллион четыреста сорок тысяч с копеечками, плюс федеральный материнский капитал 386 тысяч, и плюс мы брали кредит, получается, 750 тысяч. Вот эти все деньги у нас ушли в этот дом. Но подрядчик на нас потратил только государственные деньги и материнский федеральный капитал, а уже с кредитом мы уже все остальное делали сами, без его помощи. Уже в следующем году Кучеренко продолжит обустраивать свой дом. В долгосрочных планах пристроить второй этаж. Расширяться семья будет уже за собственное средство. На следующий год мы планируем провести водоснабжение, установить ванну, сделать туалет, раковины, все вот это поставить. Ну, конечно, обои сейчас не поклеишь, потому что пока дом не усядется, смысла нету что-то клеить, красить и так далее. Вот, но пока поживем так, тоже, в принципе, неплохо и с обшитыми стенами уже все равно как-то поуютнее. Из областного бюджета на эту программу было выделено более 600 тысяч рублей или 15% от общей суммы. Остальные средства 80% или 3,5 миллиона представила федерация. Еще 5% поступили из местного бюджета. В итоге государство взяло на себя более половины стоимости строительства. На следующий год у нас условия меняются, и там порядка 97% будет федеральный и 3 региональный бюджет. А 44% стоимости квартиры должны наполнять сами жильцы. Жильцы могут привлечь в том числе и своего работодателя. В 2020-м в рамках пилотного шага построить дома по программе смогли три семьи Тамбовского района. Все трудятся в сельском хозяйстве и при этом являются многодетными. Сегодня в очереди на улучшение жилищных условий стоит еще около 100 семей. В местном бюджете каждый год на эти цели закладывают специальные средства. Ведь благодаря таким проектам люди остаются жить и работать в селе. Любая власть заинтересована, чтобы люди оставались в селе, не уезжали. Такие специалисты, как и агропромышленный комплекс, то есть люди хорошие, работящие. Мы говорим не только о БПК, это и социальная сфера. То есть сегодня медики требуются, учителя, педагоги требуются. Поэтому в этом проблема есть. Конечно, мы над этим активно работаем, вовлекая их именно оставаться на селе и здесь продолжать свою трудовую деятельность. Программа комплексного развития села – это не только строительство домов для работников агропромышленного комплекса. Помимо этого направления она включает в себя еще четыре. Что касается непосредственно других направлений, это еще одна из поддержка оплаты ипотеки на селе. И там порядка 46 миллионов в этом году мы выделили денежных средств. И 76 человек в этом поучаствовали. Также по этой программе построилась дорога в Константиновском районе. Впервые за многие годы мы в сельской территории построили 10 километров дорог. Там объем финансирования, конечно, намного лучше был. Это порядка 450 миллионов рублей. Также в рамках этой программы идет обновление инфраструктуры муниципального имущества. И в этом году это проект за 3,5 миллиона рублей. Мы его потом реализуем. Да, я думаю, тоже с участием федерации в какое-нибудь хорошее инфраструктурное муниципальное заведение. У нас не хватает в селах клубов. Многие где-то уже ветхий и ветхий аварийный износ очень большой процент составляет. И также в рамках этой же программы устойчивое развитие сельских территорий обновляется сельская инфраструктура, общественное пространство. И там порядка 17 миллионов рублей мы тоже в этом году завели. Вот такой комплексный подход к развитию сельских территорий в рамках трех бюджетов. Это федерального, областного и муниципального, местного бюджета. В следующем году программу комплексного развития села продолжат. По инициативе амурских парламентариев будут не только увеличены средства на ее реализацию, но и расширен список мероприятий. Включат сразу 9 направлений, с помощью которых жизнь в амурской глубинке станет проще и комфортнее. Редактор субтитров А.Семкин